Беседа 61. Бытие 37.2 Опять хочу вести вас к обычной трапезе, и по порядку, продолжая прежде сказанное, предложить вам духовную пищу из ныне читаемого Писания. А прочитанного сегодня достаточно для того, чтобы научить всех нас, как вредна зависть, и как эта пагубная страсть показала всю свою силу, простершись даже на родство. Но чтобы наша беседа шла по порядку, надо коснуться самого чтения. Яков жил в земле странствования отца своего Исаака в земле Хананской. Вот житие Якова. Иосиф в семнадцати лет пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валлы и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля отца их. Посмотри, как дивный пророк Моисей, обещав рассказать нам родословие Якова, вдруг перешел к истории его сына. Сказав, все родились у Якова и оставив, как следовало бы по порядку повествование о детях, рожденных от Якова, и потом далее происшедших от детей его, как это сделало относительно Исава, Он тотчас поспешил к Иосифу, юноше, почти последнему из всех братьев, и говорит, Иосифу было семнадцать лет. Для чего он означает нам число лет? Дабы научить тебя, что юность нисколько не может быть препятствием к добродетели, Чтобы вполне показать тебе и повиновение юноше отцу, и расположение к братьям, и их жестокость в том, Как, несмотря все его расположения к ним, и самый возраст его, способный возбуждать сочувствие к себе, Они не сохранили братской любви, но с самого начала, Замечая в нем наклонность к добродетели и любовь к нему отца, Начали ему завидовать. Смотри, какая злоба! Они замышляют, и любовь отца поколебать, и на брата выдумывают то, чего не было. И этим сделали только то, что обнаружили свою зависть. Чтобы убедиться в этом, что достигли только обнаружения их скрытного намерения, посмотри, Отец и после их клеветы любит сына, и даже предпочитает всем его братьям. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, И сделал ему разноцветную одежду. Так как Иосиф родился у него уже под конец и в самой старости, поэтому он и любил его более других. В самом деле, как под старость дети бывают вожделения, то более привлекают к себе любовь родительскую. Но чтобы мы знали, что не это одно привлекало отца, и побуждало предпочитать его братьям. Божественное Писание показывает нам, замечая, что после Иосифа родился еще другой сын. Если бы любовь следовала только естественному порядку, в каком родились сыновья, то последний сын был бы еще любезнее ему, потому что он подлинно был уже сын старости, и родился тогда, когда праведнее достиг уже последнего возраста жизни. Итак, что же сказать? То, что особенная благодать свыше делала юного сына возлюбленным отцу, и за душевные добродетели его возвышало перед всеми братьями. А что он любил его, потому что был у него сын старости? Эта причина указана в Писании для того, чтобы не вызвать явной зависти братьев. Смысл такой. Яков любил Иосифа преимущественно перед другими детьми за его добрые душевные свойства, но не открывал этой причины, а делал вид, что любит Иосифа более других детей, потому что Иосиф сын его старости. В самом же деле Яков опасался, чтобы еще более не возбудить зависти в братьях Иосифа, если бы явно показал, что Иосиф лучше их по душе, и потому лично заслуживает больше, чем они любви. Это опасная страсть. Когда она владевает душою, то не прежде оставляет ее, когда ведет уже до последней степени безрассудства. Уязвляя душу, в которой родилась, она представляет того, на кого обращена зависть, иначе чем хочет. Она еще более возвышает его славу, знатность и известность. А это еще новый, тихчайший удар завистнику. Посмотри здесь, как этот дивный юноша, ничего не зная происходящее между братьями, обращается с ними, как с братьями, и при том, как с единоутробными. Он доверяет им во всем и говорит с большой простотою, а они, увлекаемые завистью, доходят и до ненависти к нему. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Смотри, до какой степени они начинают ненавидеть его, ничем их не оскорбившего. Что значит, и не могли говорить с ним мирно. Так как страсть овладела ими, и ненависть, скажем, в нем возрастала, то они, как плененные и порабощенные этой страстью, начали с ним обращаться коварно, так что ничего не могли говорить с ним спокойно. И заметь, что Писание указало и самый источник ненависти в том, что она превзошла от зависти. Ибо видели братья, что отец любит его более всех сынов своих. Любовь отца возбудила зависть к Иосифу. На эту любовь привлекала к юноше добродетель его. И им надлежало бы соревновать брату, подражать его нраву, чтобы и самим снискать любовь отца. Но это им и на ум не приходило. Напротив, они все обнаруживали общую ненависть к брату, любимому отцом. И как враги, питая скрытую внутри злобу, не могли даже говорить с ним мирно, а обращались с ним коварно. Но этот чудный юноша, сохраняя братскую любовь к ним, и не подозревая ничего, доверялся им, как братьям, и делал для них все, что мог. 653. Это именно страсть, зависть. В самом начале довела Каина до брата убийства. Как Иосифовы братья, за любовь, какую оказывал ему отец, стали его ненавидеть, умышлять против него зло, и каждый день готовы были его убить. Так и Каин, за то, что дары брата были более благоугодны Богу, чем дары его. Решился убить брата и говорить ему, пойдем в поле. Видишь, что и этот Авель, без всякого подозрения, во всем доверяя брату, идет с ним, и сверх всякого ожидания делается жертвой преступной руки. Так же и дивный Иосиф, не зная о зломышлении братьев, обходился с ними, как с братьями, и рассказывал им свои сны, в которых открывал ему Бог будущее величия его и подчинение ему братьев. Рассказал братьям своим, они возненавидели его еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал, и встал прямо, и вот ваши снопы встали кругом, и поклонились моему снопу, и сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его, и за слова его. Что еще прежде явилась ненависть к нему, Писание предварительно объяснило нам, для того, чтобы мы не подумали, что только отсюда началась их вражда, еще более возненавидели его, то есть в них еще более возросла ненависть и вражда к нему. И посмотри, какое крайнее ослепление! Они сами истолковали сон его. Нельзя сказать, чтобы они в неведении о будущем стали ненавидеть брата. Напротив, по тому самому и усилилась в них ненависть, что из сновидений они узнали будущее. Великое безумие! Узнавшие это, они тем более должны были оказывать ему расположение, исторнуть в себе корень ненависти, совершенно истребить в себе чувство зависти. Но смысл их помрачился, и они стали питать еще большую ненависть к нему, не замечая, что все делают сами против себя. Для чего же вы, жалкие, несчастные, обнаруживаете такую ненависть, когда знаете и характер его, и то, что откровение во сне показывает очевидное благоволение Божие к нему? Не думайте, будто можно изменить то, что предвозвещено ему самим Богом. Как вы сами истолковывали сон, так и сбудется через непродолжительное время. Хотя бы вы придумали тысячи препятствий. Благо искусный и премудрый владыка всего, являя могущество силы своей, часто попускает многоразличные затруднения в делах для того, чтобы, приведши в исполнение свои намерения, открыть величие своего всемогущества. Но такова зависть. Она не может нисколько размыслить об этом. Будучи совершенно, так сказать, пленен ею, человек все делает против своего спасения. И эти, вследствие толкования сна, еще более стали ненавидеть. А чудный Иосиф, увидев и другой сон, рассказал его не только братьям, но и отцу. Он рассказал отцу своему, и побронил его отец его, и сказал ему, что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем и поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Отец, зная, что братья питают к нему зависть, сделал упрек сыну, но сам, постигая значение сна, и догадываясь, что это было откровение Божие, обратил внимание на сказанное. Но не так поступили братья. Что же? Они еще более стали завидовать. Что вы беснуетесь? Что вы поступаете, как иступленные? Разве вы не видите, что повторение сна произошло не случайно, не напрасно, а для убеждения вас в том, что предзнаменования вполне сбудутся, чтобы вы оставили свои порывы к убийству брата, и подумали о том, что вы замышляете невозможное? Вам надлежало, усвоив себе свойства и мысли брата, почитать будущее величия его за собственную вашу славу. А если уже вы не хотели об этом подумать, по крайней мере, вам следовало рассудить, что ваша вражда относится не к брату, но к самому Господу, уже открывшему будущую славу его. Но они, как я уже сказал, не стыдясь самой природы и не обращая внимания на благоволение к нему свыше, со дня на день только усиливали свою ненависть и втайне у себя возжигали пламя. Между тем ни отец, ни юноша ничего не подозревали и не предполагали, чтобы они могли дойти до такого неистовства. Поэтому, когда братья отправились к стадам, то отец и сказал Иосифу, «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему, «Вот я». Видишь, как отец любил детей? Видишь, как сын послушен. Израиль сказал ему, «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он прошел в Сихем. 655. Все это произошло для того, чтобы обнаружилось и расположение Иосифа к братьям, и убийственное намерение их против него. И имелся при этом в виду и образ будущего. В этих событиях, как на тени, предизображались события евангельской истины. Как Иосиф пришел посетить братьев, а они, не уважив ни братства, ни причины его посещения, они сперва хотели было убить его, а потом продали иноземцам. Так и Господь наш по человеколюбии своему пришел посетить человеческий род, приняв нам свойственную плоть, и благоволив стать нашим братом. Об этом и восклицает Павел, говоря, «Не от ангелов он принимает, но от семени Авраама, чтобы во всем быть подобным братьям». Но неблагодарные иудеи замыслили умертвить врача душ и телес, который ежедневно совершал бесчисленные чудеса, и привели в исполнение свой убийственный замысл, и распяли того, кто ради нашего спасения благоволил принять драк раба. Но эти, предав Господа, распятие исполнили свое намерение, а братья Иосифа, хотя имели замысл, но не привели его в дело, образом надлежало заключать в себе менее истины, прообразуемой, иначе это не было бы образом будущего. Поэтому здесь будущее предначертано было только как бы в тени. Но заметь чудное дело, они не убили, а продали, и принесли отцу его одежду, вымарав ее кровью козла, желая убедить отца, что юноша растерзан. Видишь ли, все это произошло так, чтобы как в тени был один образ вещей и сохранялась истина. Но возвратимся к порядку повествования. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его, тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» Посмотри, с какой заботливостью он отыскивает своих братьев, трудится, разведывает, делает все, чтобы их увидеть. И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, «Пойдем в Дафан!» И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. И увидели они его, и издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Размысли при этом о благопромыслительной премудрости Божией. Они имели намерение умертвить его, а тот, кто все устрояет и весьма располагает, попускает явиться всякого рода препятствием к тому, чтобы еще более прославить своего подвижника, привести в исполнение его сновидения. и сказали друг другу, «Вот, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный звер съел его, и увидим, что будет из его снов». Видишь ли, они решились убить его, опасаясь исполнения его снов, но они должны были научиться, что предвозвещенное самим Богом не может не совершиться. Они совещаются между собой и составляют замысел, обнаруживая свою злобу, а премудрый и благопромыслительный Бог устрояет так, что сами же злоумышленники невольно содействуют совершению будущих событий. Когда они соглашались на убийство, и в своем намерении уже совершили преступление, сказано, «Услышав, Сие Рувим избавил его от рук их, сказав, не убьем его, и сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Сие говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Смотри, даже этот не осмеливается открыто и сторнуть брата из рук их, но желая пока удержать порыв их к убийству, и говорит, не проливайте кровь, бросьте в ров. Желая объяснить нам и намерение, Рувима, в Божественном Писании говорит, это он сделал, чтобы потом избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. В то время, когда у них происходило такое совещание, Иосифа еще не было с ними. После окончания их разговора пришел сказанно Иосиф к братьям своим, им надлежало поспешить к брату, обнять его, узнать, что велел им отец. А они бросаются, как лютые звери, увидев агнца. Снялись Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взявши его и бросили в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянувши увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут с Тераксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. О, жестокость! О, бесчеловечие! Бросив его, сели есть хлеб. Он прошел такой долгий путь, с такой заботливостью искал их, чтобы увидеть их и возвестить отцу об них. А они как какие-нибудь варвары и дикари, слушаясь совета Рувима не проливать братней крови, решились умертвить его голодом. Но человеколюбивый Бог в скором времени избавил его от неистовства братьев. Севший, говорит, в Писании есть хлеб. И сказал Иуда братьям своим, что пользу, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам. А руки наши да не будет на нем, и вон брат наш, плоть наша. Братья его послушались 657. Заметь, как и прежде, Рувим меньшим злом предотвратил большее. И теперь Иуда советует продать брата, чтобы спасти его от смерти. А все так было для того, чтобы и против воли их исполнились божественные предречения. и чтобы братья Иосифа послужили промышлению Божию. Приняв совет Иуды и вывезший его из Орва, продали его измаильтянам за 20 серебряников. Какой преступный обмен! Какая гибельная корысть! Какая беззаконная продажа! Вы решились продать того, кто связан с вами узами кровными, кого так любит отец, кто пришел на свидание с вами, кто ни много ни мало никогда не обижал вас, и продать его варварам, отправляющимся в Египет! Какое это безумие! Какая ненависть! Какая зависть! Если вы это делаете, испугавшись сновидения его, в том убеждении, что они исполнятся, то для чего же вы стремитесь к невозможному и своими поступками начинаете борьбу с Богом, предвозвестившим ему это? А если вы их вздором, то для чего предпринимаете то, что подвергает вас вечному постоянному позору, отцу же принесет непрестанный скорбь. Но о сила страсти, или лучшей запятанной кровью решимости! Когда кто отдается беззаконному делу и погружается в беззаконные помыслы, то уже не видит перед собой неусыпного ока, не стыдится самой природы и ничего другого, что может возбудить в нем сострадание, как это случилось и с этими. Они не подумали ни о том, что он брат их, ни о том, что так молод, что так дорог отцу, ни о том, что он никогда не испытывавший житья на чужой стороне среди иноземцев, должен идти в такую страну и жить с варварами. Оставив всякое здравое рассуждение, они думали только об одном, чтобы удовлетворить, как задумались своей зависти. И в намерении они сделали с брата убийцами. А страдалец все терпел великодушно. Вышняя же десница хранила его, и все скорби делала для него сносными и легкими. Так, когда мы пользуемся благоволением свыше, то хотя бы мы находились среди варваров в чужой земле, можем проводить жизнь лучше тех, которые живут дома и наслаждаются всякого рода услугами. И напротив, хотя бы жили и в своем доме, и по-видимому наслаждались с полным покоем, но будучи лишены помощи свыше, мы несчастнее всех. Велика сила добродетели и бессилие порока. И это особенно ясно показывает настоящее повествование. Кого, скажите мне, считаешь ты жалким и достойным многих слез? Тех ли, которые делали брату столько зла, или того, кто отдан был в рабство иноземцам? Конечно, тех. Представь же себе, как этот дивный юноша, воспитанный среди множества слуг, постоянно бывший в объятиях отца, внезапно принужден нести тяжкое рабство, и при том у людей диких, которые не лучше самых зверей. Но владыка всяческих и людей этих сделал кроткими, и ему дал великое терпение. Продав брата, братья Иосифа находились в состоянии людей, достигших своей цели, потому что удалили от себя ненавистного им брата. 29 стих. Рувим уже пришел опять к Орву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрало надежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? Божественное Писание выше показало нам, что Рувим дал совет бросить Иосифа в ров с тем намерением, чтобы избавить его от братоубийственных рук, и возвратить отцу. Теперь, когда Рувим увидел сказанное, что он не достиг своей цели, он разорвал свои одежды, и сказал, отрока нет, а я, куда я денусь? Что мы, то есть, скажем отцу свое оправдание, и особенно я, считающийся старшим из вас, он думал, что Иосиф убит, но как желание их уже исполнилось, и отправив чужую землю ненавистного брата, они удовлетворили своей страсти, то вот теперь они стали придумывать все способы, как бы обмануть отца, и скрыть от него свое преступное совмышление. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и выморали одежду кровью, и послали разноцветные одежды, доставили к отцу своему, и сказали, мы это нашли, и посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет? Что вы, безумные, обманываете самих себя? Хотя бы и успели вы обмануть отца, но не скроетесь от того неусыпного ока, которого более всего надлежало бы вам страшиться. Но такова природа человеческая, особенно же такова беспечность многих людей. Они за важное почитают только страх и стыд перед людьми в настоящей жизни. Они думают о будущем страшном суде и вечных невыносимых муках. Они заботятся лишь о том, как бы избежать укоризны от людей. Так думали и эти и решились обмануть отца. Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф. И подлинно он жестоко пострадал от них, как от зверей. И разодрал Яков одежды свои и возложил вретище на чресло свои. И оплакивал сына своего многие дни. А каких слез заслуживали эти не потому только, что продали брата чужестранцам, но и отца уже в глубокой старости повергли в такую горесть. И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал «В печали сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакил его отец его. Думаю, что и это для них было новым ударом. Видя, какую сильную любовь выражает отец к тому, которого уже нет, который считался растерзан зверями, братья еще более не дали зависти. Но они за свою жестокость к брату и к отцу не заслуживают никакого снисхождения. Что же касается мадьянских купцов, то и они в свою очередь делаются орудием промышления Божия и перепродают Иосифа в Патифару. Видишь ли, как Иосиф мало по малу идет вперед, во всем обнаруживает свою добродетель и терпение, что подобно борцу, мужественно подвязавшемуся увенчаться венцом царским и чтобы исполнение сновидений самым делом показало тем, которые его продали, что им нисколько не принесло пользы все их коварство. Такова сила добродетели, что и через самое гонение она достигает большей славы. Подлинно нет ничего сильнее, нет ничего могущественнее добродетели. Не потому, чтобы она сама по себе имела такую силу, а потому, что приобретший ее пользуется и высшей помощью, а с такой помощью и с таким содействием он сильнее всех. Он непобедим, он неуловим не только для наветов людских, но и козней бесовских. Зная это, будем избегать не злостраданий, а злодеяний. Злые дела и составляют действительное злострадание. Кто умышляет сделать зло ближнему, тот ему нисколько не вредит, а если и вредит сколько-нибудь, то в настоящей той жизни, а себе готовит казни нескончаемые, муки невыносимые. И нам нельзя избежать их иначе, как если будем располагать себя к готовности переносить зло, и по учению Господа, будем молиться за тех, кто делает нам зло, это приготовит нам великую награду и сделает достойными Царства Небесного, которое наследует все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.